Добрый вечер! Давайте проверим связь с самого начала, да, по традиции, как меня видно, как меня слышно. Напишите, пожалуйста, в чате. Плюсики пошли. Ага, спасибо, друзья. Все отлично, да? Ну, тогда давайте будем начинать. Вот, давайте будем начинать. Итак, представлюсь, да? Итак, добрый вечер. Рад вас всех видеть сегодня, приветствовать. Молодцы, что зашли сегодня на обучающий вебинар в этот, да, будний вечер. Вот, вы сегодня своим присутствием показываете свое, на самом деле, отношение к бизнесу, да не на словах, а на деле, да? Вот. Итак, спасибо, друзья. Давайте будем знакомиться, да? Кратко о себе пару слов расскажу. Представлюсь, меня зовут Дмитрий Алексеев, я предприниматель и директор проекта, да? Представляю семейный бизнес, работаю со своей супругой Ольгой. До проекта я по образованию юриста работал в одной компании, которая занимается госзакупками. Ольга, она была студенткой до проекта, да? Также, может быть, как и вы сейчас, я сам лично в начале около года совмещал где-то, да, этот проект. Вот. И сегодня мне выпала большая честь привести обучающий вебинар. Для кого эта встреча, да, сегодняшняя, да? Для тех, кто считает, что заслуживает большего, кому надоело работать на дядю, кто хочет работать на себя и создать свой собственный бизнес, кто готов меняться, учиться, переучиваться. У вас наверняка был выбор, да, заходить на вебинар сегодня или не заходить. Да, наверняка у кого-то был выбор заниматься какими-то своими делами, да, отдыхать, смотреть телевизор, да, или пойти погулять, где-то на дворе. Но вы сегодня зашли на этот вебинар. Друзья, мне бы хотелось сначала поблагодарить вас, да, то есть, напомню, каким образом мы делаем аплодисменты в режиме онлайн. Это зажимаем кнопочку Shift и нажимаем 9-0 по очереди. Давайте, друзья, друг другу поаплодируем, что мы такие молодцы. Сегодня зашли на этот вебинар. Давайте с позитива начнем сегодняшнюю нашу встречу. Вот. Попрошу вас, друзья, с самого начала вебинара до конца быть активными, да, что я чувствую, что вы со мной на связи. И другие участники нашего сегодняшнего вебинара, да, видели, что мы сегодня здесь, да, не где-то там далеко. Итак, ну, судя по вашим аплодисментам, я вижу, что вы готовы, да. Забыл спросить, да, в какие регионе сегодня зашли на вебинар. С вами мы из города Чебоксарка, Чувашская республика. Мы здесь родились, здесь же и работаем, да. Я сейчас нахожусь в данный момент дома. Благодаря интернету с вами на связи. Друзья, напишите, пожалуйста, в каких вы регионах. Угу. Чебоксары. Ага, Чебоксары также. Угу. Красноармейская. Цивильск. Красноармейская. Угу. Спасибо, друзья. Итак, познакомились, да, написали откуда из регионов. Давайте будем начинать тогда, да. Для тех, кто вовремя зашел на вебинар, не обязаны, не должны сдать других. Угу. Секундочку, у меня что-то слайд завис. Угу. Друзья, у вас слайд появился новый? Напишите, пожалуйста, в чате, оттуда у меня что-то зависло. Ага, отлично, спасибо. Итак, сегодняшний вебинар, сегодня не будет презентация бизнеса. Сегодня не будет, мы не будем говорить, с чего вам начать, да. Сегодня лидерская встреча на самом деле, да, как и новым партнерам, так и уже состоящимся лидерам эта встреча будет очень полезна. Кто-то, может быть, что-то вспомнит, для кого-то это будет актуально, да, кто, может быть, застрял где-то на каком-то этапе, да, на пути к новому результату, да. Итак, друзья, наш проект, да, проект бизнес-модель 21 века, это бизнес-проект. Вы знаете, что наш проект сотрудничает с компанией Reflame. С компанией Reflame можно сотрудничать по-разному, да, есть два пути, можно быть просто покупателем, да, каким-то, да, простым, обычным и, соответственно, на этом уровне получать свои какие-то вознаграждения, какое-то свое небольшое признание, да, а есть путь, лидерский путь, путь именно построения бизнеса, собственно, роста по карьере, да, растешь как личность здесь, да, вот, соответственно, каждый из нас получит именно тот результат, который сможет выдержать как личность, да, вот, и этому посвящен, кстати, наш сегодняшний вебинар, потому что я сам выбрал путь лидера, да, он не легкий, но очень хорошо поощряется доходами, денежными чеками, признаниями автомобилем путешествий, да, потому что, друзья, я не был таким, да, я тоже в этот проект пришел работник по найму, да, будучи, вот, как многие, может быть, из вас, друзья, напишите, пожалуйста, в чате, кто из вас выбрал именно путь лидерский, да, лидерский путь, тот, кто хочет расти по карьере, да, учиться формировать свои команды, да, воплощать свои мечты и мечты своих партнеров. Друзья, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто так же, как и я же выбрал именно лидерский путь. Это именно те люди, которые взяли ответственность за свою жизнь в свои руки, да, за свой бизнес именно ответственность взяли они, да, здорово, да, ну, я думаю, простые обыватели на сегодняшний вебинар не зайдут, не заходят, да, на такие подобные, именно те люди, которые хотят именно расти и развиваться, да, хотят меняться в лучшую сторону. Итак, у вас, у всех есть какие-то цели, какие-то желания, да, какая-то вот, ну, не знаю, конечная точка, которая, реализовав эту цель, вы достигнете, ну, желаемому, да, может быть, да, то есть у нас у всех разные цели, но путь, на самом деле, он один, этот лидерский путь, вот, и очень важно понимать, что на пути к нашей цели есть четыре основных фильтра, которые будут стоять на нашем пути развития, да, четыре этапа развития, зная которых, вам будет легче их пройти и понять, да, на каком этапе вы сейчас находитесь, то есть задача, как бы, этих фильтров не отсеять вас, а сделать вас сильнее, да, то есть перевести вас из сегодняшнего, да, с отсутствием чего-либо в завтрашнее, да, с обладанием чего-либо, да. Итак, перед вами сейчас на экране четыре основных фильтра на пути к вашему успеху, да, это социальное зеркало, инвестиционное мышление, позиция, влияние, да, еще раз скажу, да, что задача этих фильтров не отсеять вас, а подготовить к новым результатам, сделать вас сильнее, вот, все проходят через вот эти фильтры. Итак, да, друзья, давайте начнем. Какие-то моменты у себя помечайте, записывайте, да, то есть это тоже очень важно, не просто зашли на вебинар, как художественный фильм, что-то посмотрели, да, получили удовольствие и завтра уже забыли. Все-таки, даже самый тупой карандаш, острее любой памяти, да, записывайте какие-то моменты для себя, вот, итак, через первый фильтр проходит, через него, да, то есть вступают все через этот фильтр, но не все его проходят, да, это самый сильный фильтр, это социальное зеркало, здесь отсев до 80%, да, этот фильтр, который останавливает большинство людей на пути к успеху, а он начинает действовать, как только мы начинаем делать какие-то новые действия, то есть делаем то, что никогда ранее не делали, есть такое выражение, хочешь иметь то, что никогда не имел, начни делать то, что никогда не делал, то есть мы начинаем выделяться из своего окружения, мы, так сказать, выходим из толпы, ну, например, да, вы вот сегодня зашли на этот обучающий вебинар, к примеру, да, вот, да, заходите на вебинары, на веб-планерки, начинаете приглашать своих знакомых, незнакомых, свою команду, да, людей, начинаете читать книги, слушать аудио и так далее, да, начинаете по-другому со временем говорить, да, начинаете, и в этот момент ваше окружение начинает на это реагировать, да, и мы, бывает, испытываем, ну, как бы, да, дискомфорт, вот, да, и вот этот социальный фильтр, как бы тут тоже такие три подэтапы есть, да, через которые мы проходим, сначала вас начинают люди отговаривать, какими фразами, да, зачем тебе это надо, у тебя ничего не получится, не лезь, живи как все, да, это несерьезно, ты что, зря там учился в университете, получал высшее образование, да, ребят, кто уже с этим столкнулся, да, с отговорками, напишите, пожалуйста, в чате, кто меня сейчас понимает, о чем я сейчас говорю. Друзья, я хочу вас обрадовать, вы на правильном пути, это совершенно нормальное явление, да, отговорки были и будут есть, это нормально, да, люди просто завидуют. Итак, просто наше же окружение лучше знают, как нам жить, да, ребят, хотя почему-то они сами свою жизнь строить не могут, да, потом, когда вы поднимаетесь выше, да, вас это, отговорки вас не останавливают, вы двигаетесь дальше, ваше окружение, особенно близко, начинает вас что делать? Начинает вас подкалывать, то есть, ну, смеются, это второй, да, то есть, уже под этап в социальном зеркале, ну, типа, ну, ты теперь крутой у нас, да, бизнес-вумен или бизнесмен, там, да, там, тебе с друзьями некогда встретиться, там, пиво попить, да, там, сходить куда-то там, выходные погулять, ты там у нас теперь крутой, да, там, вот, по-другому начал говорить, там, да, ну, давай там мне, там, не знаю, каталог покажи, продай там помадку или еще что-то такое, да, начинает просто, ну, немножко так подкалывать, да, ребят, кто меня сейчас понимает, о чем я говорю? Кто вы считаете, это проходило и, может быть, у вас сейчас это происходит, да, ребят, это нормальное явление так же, да, то есть, вы просто, на вас уже отговорки не работают, да, то есть, они пытаются, что делать, уже приколы какие-то пошли, да, начинают смеяться, это тоже нормальное явление, то есть, они смотрят на вашу реакцию, то есть, как вы будете реагировать, Вот те, кто на смешки нормально реагирует, спокойно идет дальше, начинает еще выше подниматься, у него появляются более серьезные результаты, за ним уже люди пошли, он уже менеджер, когда уже плевки из толпы до него не долетают, они обратно возвращаются в толпу, они что начинают? Они начинают боготворить, да, вот этот следующий этап, они начинают говорить, ооо, я в тебя верил, я всегда знал, что у тебя получится, да, ты всегда был какой-то не такой, да, ты вообще молодец, да, мы с тобой там за одной партой сидели, ты помнишь, да, я там у тебя списывал, вот, я видел, как он рос, каким он был, каким он стал, да, или там, мы даже вместе с ним начинали, да, вот он такой молодец, не сдался, да. Ребята, у кого вот это сейчас есть, вот у меня это было, да, такой момент, это, о чем мы говорим, не все выдержат ваш успех, друзья, вот, ну, отлично, да, то есть мы с вами на одной волне. Ребята, это нормальное явление, да, пройти через фильтр социальное зеркало придется в любом случае, да, то есть это никак не избежать, через него проходили все успешные люди. Просто, ребят, вы теперь об этом знаете, это нормальное явление, будьте к этому готовы, если, так сказать, вооружен, да, если знаешь, что ты уже, ну, это нормальное явление. Вот, просто на самом деле окружение, ребят, оно, вот честно могу сказать, оно просто на самом деле боится, что вы добьетесь здесь результата, станете успешными, богаче, чем ваши знакомые друзья, вот, они завидуют вам на самом деле, просто в этом боятся признаться, не дай бог, у вас получится, они же лохами потом будут, да, неудобно же будет потом как-то себя чувствовать, блин, а вот у вас получилось там, да, у Коли с Димой там, или Оли с Димой там, у Оли с Димой получилось, да, блин, а вот, а мы что-то не поверили, не послушали и так далее, да, не каждый выдержит ваш успех, на самом деле ваше окружение просто боится вас потерять, поэтому всяческими методами сначала отговаривают, потом смеются, потом начинают, а выхода больше нет, просто результаты уже налицо, да, уже в любом случае, либо в тряпочку рты свои закроют, да, либо начинают благотворить. Это будет, ребят, рано или поздно, в любом случае, да. Итак, социальное зеркало закрепили, двигаемся дальше. Второй фильтр, да, это инвестиционное мышление, это тоже один из сильнейших фильтров, который останавливает еще половину людей на пути к успеху. Ребят, большинство людей, ну, согласны со мной, да, может быть не все, но основная масса людей приходит в бизнес, в наш проект с работы по найму, ну, как я, например, да, где-то работал ранее. Вот. Вы знаете, бизнес развивается по своим законам, это вообще разные вещи, вот, заработки, зарплаты, работая по найму и доходы в бизнес, это совершенно разные вещи вообще. Любой предприниматель понимает, что прежде чем получить доход от бизнеса, в него необходимо вкладывать, да, свою энергию, время, деньги, может быть, да. Да. И даже вот, когда люди сажают картошку, кто картошку посадил, друзья, или кому-то, может, предстоит в ближайшее время, да, ну, электроник сажал, ребят, никто же не бежит через неделю ее выкапывать, согласны со мной? Все понимают, что она должна созреть, да, для картошки, чтобы собрать урожай, должно пройти какое-то определенное время, да. Ребята, обратите внимание, вот сейчас перед вами слайд, об этом поговорим, да, об институционном мышлении. Я не знаю, вот, я не знаю, в каком регионе у вас считается, ну, крутая какая-то там работа, вот, поэтому вот с левой стороны от вас, это я просто написал, работа по найму, я не знаю, где там, в каждом регионе своя какая-то крутая работа, да. Вот, справа получается бизнес-модель 21 века, готовая франшиза, бизнес-подключ, бешеные деньги, да, там стоит эта франшиза 149 рублей, вот, готовая бизнес-система, где вы, работая 3 года, да, выйдете на очень серьезный доход, на самом деле, да, то есть, очень серьезный, на доход вашей мечты, которую вы можете позволить, ну, на самом деле, все, обеспечить достойную старость родителям, светлое будущее детям, да, себя обеспечить на несколько поколений, да, на самом деле, стать финансово независимым человеком, да, вот, но доход в первый месяц у вас будет 1 копейка, друзья, но есть хорошие новости, каждый месяц последующий ваш доход будет увеличиваться в 2 раза, то есть, на втором месяце у вас уже будет 2 копейки, друзья, по итогам третьего месяца доход увеличивается опять в 2 раза, 4 копейки, по итогам с 6 месяцев, полгода прошло, ваш доход увеличивается также, как бы в таком же темпе, да, уже 32 копейки ваш доход, ребят, обратите внимание, работая по найму, вас берут на 3 года, с вами заключают контракт, да, там, сколько, 36 месяцев, 3 года, да, с вами контракт заключают, да, где вы будете работать с понедельника, там, допустим, по субботу, да, с Ксенией у вас, ладно, будет выходной, зарплата 100 тысяч рублей, ребят, сами понимаете, придется поработать по найму, ответственность, вот, очень такая, на этой работе, да, ну, зарплата 100 тысяч рублей, я думаю, для кого 100 тысяч рублей нормальная, вот, считается зарплата в вашем регионе? Нет, плюсики, поставьте по вашему мнению вообще, нормальная зарплата в вашем регионе 100 тысяч рублей? Будете работать с понедельника по субботу, да, там, с 8 до 8, 100 штук, месяц отработал, вот, май заканчивается, вот, там, 1 июня, получается 100 штук за май, ребят, второй месяц поработал, опять 100 штук, третий месяц, опять 100 штук, и так, ребят, за полгода вы уже более половины миллиона заработаете, да, то есть уже, что можно вот на эти деньги купить, друзья? Ну, наверное, уже, ну, какой-то более-менее автомобиль с автосалона, даже на марку можно взять, наверное, да, за эти деньги, согласны со мной? Итак, далее, да, то есть у вас 10 месяцев отработали, также каждый месяц, ту штук, 20 месяцев отработали, также каждый, ну, с вами контракт на 3 года, да, работодатель свое условие выполняет, если вы пашете, контракт не нарушаете, деньги вы получаете стабильно. Ребят, в проекте, да, в бизнесе, 10 месяцев прошло, вы заработали 10 рублей, ваш доход составил 10 рублей 24 копейки, да, больше года уже прошло, 20 месяцев вы работаете, ваш доход 5242 рубля, да, то есть уже, уже, ну, так, уже нормальненько, да, там, на проезд уже денежки будут, да. Ребят, давайте, я хочу вас спросить, давайте будем честными, да, прежде всего перед самим собой, скажите, пожалуйста, вы глядя на эту картину, какой вы путь выберете? Работа по найму, да, то есть контракт у вас на 3 года, да, или бы проект бизнес-модель 21 века. Давайте будем честными, ребят, глядя вот именно на эту картину, ну, у нас люди умные, да, ребят, вот давайте честными будем, давайте, ну, не надо тут этот, конечно же, первый вариант данный момент более соблазнительен, да, и более, наверное, может быть, актуален для вас, да, там, то есть я не знаю, у кого-то ипотека может быть, да, там, и так далее, там, сложное финансовое положение может быть, да, на первый взгляд, конечно же, ребят, первый вариант такой очень сладкий. Вот, ребят, я, как бы, моя задача просто вам показать, что такое инвестиционное мышление, да, не с целью вас сейчас вот поймать и в чем-то там это, да, там, то есть упрекнуть. Нет, конечно же, да, ребят, просто показываю, да, ребят, смотрите, да, прошло 3 года, 36 месяцев закончили, вы, как положено, добросовестно отработали все 3 года, да, каждый месяц получали по 100 тысяч рублей. Окей, но контракт с вами закончился, да, то есть никаких обязательств перед работодателем, перед вами у работодателя нету, да, ну, случился кризис, вы попали под сокращение, в принципе, и срок договора уже вышел, с вами новый договор не предлевает, ну, и вы остались на улице. Все по-честному, ребят, путь бизнеса, да, то есть в проекте, да, то есть по истечении 31 месяца в проекте ваш доход составит 10 миллионов 737 тысяч 417 рублей. Ребят, очень круто, поставьте, кому он нравится, этот, по итогам 36 месяцев, ребят, ваш доход составит уже 343 миллиона 597 тысяч 363 рубля. Ребят, вот поймите, вот одну просто вещь, да, то есть это инвестиционное мышление, это, это очень, у вас должно быть понимание, какой результат принесут вам сегодняшние действия через какое-то время, даже если вы сегодня не видите каких-то либо достижений больших. Ребят, на самом деле, помните, ваши сегодняшние действия привнесут вам, на самом деле, серьезные достижения, ну, вот будущем, оно на самом деле это будет, ребят. Этот фильтр развивает вас в выдержку, терпение и характер, да, то есть закаляется, да, говорят, не ум определяет в любую человеку, а именно характер, какой у вас будет, ребят. Сильным становится не благодаря чему-то, когда все легко, а вопреки всем и всему чаще всего. Ребят, ваше окружение может у вас спросить, да, ну, сколько ты уже заработал, да, сколько ты там уже зарабатываешь и так далее в каком-то вот, ну, таком, ну, таком виде, да, там что-то могут спросить. Ребят, во-первых, никогда не сравнивайте зарплаты работников по найму и свои доходы от бизнеса. Ребят, ни в коем случае, это совсем разные вещи. Ребят, это, это только глупые люди могут вот так вот спросить, не понимая вообще сути, как бы, да, что это две разные вещи. Я, например, чтобы устроиться на белую нормальную работу, 10 лет в школе учился, 6 лет в университете с высшим образованием, да, почему-то, да, я по образованию юрист. Вот представьте себе, да, вот подходишь к юристу, да, ему, чтобы зарабатывать первые деньги, нужно для начала там сколько, 4 года там учиться минимум, да. Вот представьте себе, я ему на первом курсе к нему подхожу и говорю, ну что, юрист, сколько уже заработал, ты же, уже год уже тут учишься, ты же год уже как юрист. Ребят, глупо, да, на самом деле очень глупо. В нашем проекте, да, я когда был новичком, на уровне менеджмента я всегда говорил, да, я в этом проекте, ну, допустим, там полгода, да, на таком-то результате, да, мой товар-оборот, мой интернет-магазин такой-то, да, у меня сеть такая-то уже, да, а мой средний доход на сегодняшний день с товар-обортов такой-то, да. Но я в этом бизнесе новичок, я, можно сказать, первокурсник, но я уже хоть какие-то деньги зарабатываю. Я говорю, а ты, ну, а вот, а вы, допустим, да, то есть, ну, начали зарабатывать только тогда, когда вот, ну, закончили полностью обучение, получили диплом о высшем образовании. Ребят, грамотный человек, адекватный, который дружит с головой, он вас поймет, о чем идет речь. Ребят, не сравнивайте никогда зарплаты работников по найму и свои доходы от бизнеса, это совершенно две разные вещи. Ребят, читайте книги Роберта Киосаки, это моя рекомендация. «Богатый папа, бедный папа», «Школа бизнеса», «Квадрань денежного потока». Вот Киосаки, он специалист в области финансовой грамотности, он описывает все вот эти моменты в своих книгах, да. Вот, на работе вы получаете деньги за количество отработанных часов один раз. Попробуй, ты не выйди на работу, попробуй месяц на работу не ходить, деньги ты будешь получать? Нет, на улице откажешься, да, и многие работники по найму с годами держатся за эти места. В «Рифлэм» мы создаем, то есть в бизнесе с «Рифлэм» в нашем проекте мы создаем активы, то, что нам будет приносить доход в будущем, деньги, то есть мы будем получать всю оставшуюся жизнь и еще детям по наследству передадим. Ребят, это просто вопрос времени. Результат, во-вторых, да, результат может быть очень близко, вот на самом деле такое бывает, да, очень близко, просто мы можем об этом не знать. Вот смотришь просто на людей, да, большинство людей сдаются за 1% до успеха, может быть человек уже практически сделал результат, у него уже здесь уже все сформировалось, уже в голове, да, по полочкам все сложилось, он уже почти сформировал команду, да, за ним люди уже пошли какие-то, да, наладил систему работы, он уже просто много делал, что-то неправильно, и в итоге понял, как надо делать правильно, уже все, уже, вот. И тут в этот момент срабатывает просто фильтр, и человек идет искать зарплату, отказываясь от своей мечты. Ребят, чтобы легче было пройти именно этот фильтр, смотрите на результаты людей, спонсоров, наставников, да, люди, которые до вас уже в этом проекте преуспели, да, учитесь у этих людей, они же также с нуля поднялись, да, то есть они не сразу, не стали директорами там, золотыми, выше и так далее, ребят. Вот учитесь у тех, кто растет, кто растет вместе с вами, работайте в команде, да, ходите на школы, на мероприятия, заходите на вебинары, вот у тех, если вы увидите, что у человека с рекрутингом все хорошо, учитесь у него, если знаете, что у человека с сопровождением все хорошо, учитесь у него, ребят, нас же много, мы целая команда, я же не один эти подобные вебинары провожу, у нас у всех свои сильные стороны есть, вот именно, вот, именно вот сила большой команды, ребят, поймите вот это, вы здесь никогда не будете одни, сначала вы в команде, да, активность своего наставника, потом вокруг вас формируется команда, да, ребят, даже, вот поймите инвестиционное мышление, даже когда люди ходят в тренажерный зал, они же там не с утра до ночи в тренажерном зале потеют, есть, два-три раза в неделю ходят на тренировку, они же там не ночуют, все делается в системе, ну, просто регулярно, регулярно, ребят, у нас просто люди два-три раза что-то делают, 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 потом бросают, ребят, просто не останавливайтесь, продолжайте, ребят, вот бамбук, все знают такое дерево, да, я всегда привожу такой пример, просто инвестиционное мышление, ребят, это очень важно, в себе нужно это развивать, бамбук, знаете, ребят, есть такое дерево, да, плизики поставьте, пожалуйста, кто понимает, о чем я говорю, да, как он вообще растет, да, ну, в тропиках, да, в нашем регионе, в мирянном климате его нету, да, ребят, вот, когда сажают бамбук, семена бамбука сажать, да, то есть по землю, да, бамбук может, ростки бамбука могут не появляться несколько лет, до пяти лет могут не появляться, ребят, и все это время за ними ухаживают, поливают, и люди не знают, вырастут они, не вырастут, никто не знает на самом, но все равно продолжают изо дня в день, из месяца в месяц, с годами ухаживают за ними, и когда появляются первые ростки бамбука через несколько лет, он буквально за несколько месяцев вырастает, вообще в десятки, в 20-30 метров вырастает, мгновенно практически, да, да, за несколько месяцев очень быстро вырастает, ребят, вот это очень важно понимать, уложите, пожалуйста, у себя это в этом голове. Итак, следующий фильтр, да, это позиция. О чем этот фильтр, ребят, а действительно вам нужно то, чего вы хотите, вот, ребят, вот вопрос, зачем, да, говорят, вопрос на самом деле, зачем, это 90% успеха, 10% как, вот, ребят, вот вы точно знаете, зачем вам этот проект, зачем вам этот бизнес, вы чего вы хотите, это точно знаете, да, у вас есть цель, у вас есть 80% желаний, да, то есть, ребят, вы четко понимаете, ради чего вы это делаете, ребят, вы на самом деле этого хотите, вы готовы ради этого пахать, на самом деле, ребят, может быть, вы без этого сможете прожить, люди же как-то живут вообще без бизнеса, без проекта, ходят на работу, там, детей рожают, да, ну как-то же живут, может быть, вы и без этого сможете прожить, ребят, да, ребят, позиция – это ваша внутренняя непоколебимая уверенность, что вы достигнете результата, вот, вот просто уверенный и все, ребят, вот она, уверенность, она ни на чем, легко быть лидером, когда все хорошо, когда все получается, да, вот тогда я уверен, ребят, уверенность когда нужна? Когда все хорошо или когда не очень хорошо? Скажите, пожалуйста, когда нужна ваша уверенность? Когда все классно? Когда все и так получается? Когда партнеры сидят 150 баллов, приглашают людей? Уверенность, когда нужна, ребят? Или когда не очень хорошо все? Когда трудные времена? Говорят, когда сильно трудно, сильнее трудиться нужно, ребят. Вот уверенность нужна именно тогда, когда не так все хорошо. Как только вы начнете развиваться, вам, возможно, будут поступать разные предложения со стороны. Допустим, о заработке. Или мысли могут вам всякие разные будут приходить. О работе, где зарплата побольше платят и так далее. Возможно, кто-то из ваших близких вам будет говорить, зачем тебе этот бизнес? Давай я тебе устрою по блату на хорошее место у меня на работу. Будешь, как все, на работу ходить, да, ребят? Кому-нибудь такое было? Вот у меня такое было. Мне предлагали стать начальником отдела в свое время. Типа, ты у нас такой молодец, активный, так далее. Мы же тебе видим потенциал. Давай ты там будешь зарплату, тем, соответственно, побольше будет. Предложения могут быть со стороны, ребят. Это, эти предложения, на самом деле, они могут просто на словах быть. Ничего серьезного под этими словами не будет. Это просто проверка, как сильно вы держите удар. Начнете вы колебаться, сомневаться вы начнете, да, там, то есть, или же все-таки вы будете уверены твердо в своей решимости, что вы здесь по-любому добьетесь успеха. Ребят, вот на 100% помогает пройти этот фильтр, это ваши мечты и цели, на самом деле, ваши мечты и цели. Все должно быть написано на бумаге, не в голове, а именно прописано должны быть. Друзья, вот есть план успеха. Его бесплатно можно скачать в разделе бизнес, план успеха, да. Это карьерная лестница, да, компания Refue, сколько здесь можно заработать. Сколько ты заработаешь на уровне директора, на уровне старшего директора, на уровне золотого, на уровне бриллиантов и так далее. Есть четкие прописанные планы успеха цифры. Ребят, я не знаю, посчитайте, сколько вам нужно зарабатывать. Вот сколько вам нужно зарабатывать, ребят, я не знаю. Хотите зарабатывать, ну, 1070, да, там, да, станьте золотым директором. Хотите 1100 зарабатывать, станьте сапфировыми, да. да, хотите больше 200 тысяч зарабатывать, станьте бриллиантовым директором, да и так далее, ребят, выберите себе число, сколько вы хотите зарабатывать, чтобы вот эти деньги могли решить все ваши проблемы. Ребят, вот если то, что вам предлагают со стороны, приблизит ли вас к жизни, вот я не знаю, успешного человека, я не знаю, приблизит ли вам к жизни бриллиантового директора, да, где два раза в год отдых за границей, где отдых оплачивается на одного человека в среднем на 200-300 тысяч, и это отдых не где-то поближе, где-то за рубежом, это серьезно, это Бразилия, ребят, это Сингапур, это Мексика, да, ребят, это не каждый может себе позволить на таком уровне отдыхать, это где автомобиль Вольво, ребят, уже. На самом деле, та работа, которая вам предлагает приблизить вас к жизни успешного человека в нашем проекте, и так далее, да, признание такое вы будете получать или нет, будут ли у вас вообще свободное время в будущем, да, работая вот, ну, там, то, что вам предлагают, ребят, разберитесь в плане успеха, посчитайте, сколько вам нужно зарабатывать на самом деле, сформулируйте свое ясное желание изменить свою жизнь, да, этот фильтр помогает увеличить свою ценность, свою стоимость, потому что бриллиант имеет ту же структуру, что и графит, углерод, да, но в тысячу раз тверже и стоит миллионы раз дороже, то есть графит и бриллиант имеют одну определенную структуру, да, там у них одна там, я в схеме не особо силен, углерод, да, но графит чуть-чуть нажмешь, и он сразу ломается, ну, простые карандаши все в школе ими пользовались, да, а бриллиант попробую его расколоть, но он в тысячу раз дороже и тверже, ребят, вот кто, кем вы будете, как графит чуть-чуть нажали, сломались, или все-таки будете на самом деле твердые, как бриллиант, уверенность должна быть непоприлюбимой у вас, что я достигну в проекте успеха и осуществлю все свои мечты и цели, ребят, кто меня услышал, вот это вот профессиональные вот боксеры, да, они на самом деле, почему такие большие деньги заработают, не только потому, что они сильно бьют, а потому что они могут держать удар, друзья, кто сейчас меня понимает, о чем я сейчас говорю, давно что-то плюсиков не было, может быть я отключился уже, итак, спасибо, друзья, за обратную связь, четвертый фильтр это влияние, ребят, влияние, этот фильтр определяет ваш результат, ребят, так как достижение цели в нашем бизнесе, вот, да, наш успех зависит от того, скольким людям мы напрямую или косвенно помогли, да, поможем достичь своих целей нашим партнерам, да, то есть, какому количеству людей мы на самом деле поможем, наш успех, да, наш результат, наша цель реализуется только в том случае, если мы поможем своим партнерам достичь своих целей, и вот этот фильтр развивает нас навык вести людей за собой, ребят, если вам один человек сказал, что наш бизнес это не серьезно, и вы начали сомневаться, значит, вы сами лично можете появлять только на одного человека, и все, если вам 10 человек сказали, что бизнес-модель 21 века это не серьезно, и вы начали колебаться, то вашей команде на самом деле будет не больше 10 человек, если вам тысячи человек отказали, да, и вам пофиг вообще, да, значит, что вы топ-лидер мирового уровня, то ваша команда будет многотысячна, вас никто никогда не сдвинет, ребят, чтобы пройти этот фильтр, просто будьте центром позитивной энергии, будьте примером, вдохновляйте своим примером, будьте тем, за кем идут, ребят, да, это не просто, да, позитив, может быть, это не всегда, может быть, улыбка на лице, да, но вот у вас внутренний позитив должен быть, да, это не означает, что нужно всегда, как дурак, улыбаться, да, таким вот образом, нет, внутренний позитив, что вы центром позитивной энергии на самом деле, да, хочешь, чтобы твои партнеры делали, будь примером для своих людей, на самом деле все начинается с нас, да, здесь никого не обманешь, только самому себя, то есть люди же, они не дураки, то есть невозможно здесь преуспеть, не приглашая других людей, и люди за вами пойдут только в том случае, если вы сами будете что-то делать, люди приходят не в проект, люди приходят на нас, на вас, ребят, они на вас пошли, у вас глаза горели, когда вы их позвали, ребят, вы должны быть прежде всего для этих людей источником информации, мотивации, вдохновения, обучения, да, но это другая совсем тема, будьте примерами для своих людей, ну по-другому просто никак, лидер это тот, кто приглашает и за ним идут по своей воле, ребят, за вами люди идут вообще по своей воле, да, в каком случае это будет, когда вы сами будете интересны, когда вы будете много знать, уметь, когда у вас будут на самом деле навыки, когда люди будут видеть вас профессионалов, когда вы им даете четкие конкретные инструкции, да, с чего начать, что делать, когда может быть ваш человек уже поднялся уже, да, повыше, да, то есть уже помогайте людям, чтобы они на свои вопросы сами находили ответы, направлять их в этом, ребят, читайте книги, это не просто так говорят, да, там, посещайте вебинары, семинары, тренинги, постоянно учитесь над собой и растите, да, меняйтесь, да, потому что, ну, мир, он так устроен, он постоянно меняется, да, да, мне, может быть, самому это не всегда легко дается, да, но я работаю над собой, да, я прекрасно понимаю, да, что на месте ничего не стоит, нужно меняться, да, нужно добавлять свою работу всегда и что улучшить, вот. Фильтры, эти фильтры есть не только в нашем бизнесе, они вообще, ну, по жизни как бы присутствуют, да, через них проходит любой человек, который решает стать на путь развития, да, ребят, кто сейчас себя узнал, кто сейчас какой фильтр проходит, да, или может быть, через какой-то уже прошел, да, напишите, пожалуйста, в чате, да, то есть мы вот сейчас сегодня вот общались тут, кто что-то для себя уже понял, что для себя взял, да, что может быть осознал, да. Пройдете ли вы через этот фильтр, ребят, однозначно, не вы первый, не вы последний, да, вопрос на самом деле просто во времени, знаете, поймите, вот просто ради чего вы в этом проекте, знаете, понимаете, да, это на самом деле заслуживает того, чтобы пройти все эти фильтры, оно того стоит, да, вы просто на самом деле как личный совсем другим человеком станете. Задача фильтров на самом деле, еще раз, не остановить вас, а сделать вас сильнее, ребят, ну вот мне иногда люди говорят, я вот делал, делал, мне, наверное, не получается, ребят, ты просто, ну, недостаточно сделал, да, продолжай делать до тех пор, пока он у тебя не получится, это рано или поздно будет. Очень важно понимать, на каком ты сейчас в данный момент из фильтров находишься. Итак, да, завершаем наш сегодняшний вебинар такой подобной вот притчей. Ребят, один старый и очень мудрый человек сказал своему другу, рассмотри комнату, в которой мы находимся получше и постарайся запомнить вещи коричневого цвета. В комнате было много чего коричневого, и друг быстро справился с этой задачей. Но мудрый китаец ему задал следующий вопрос, а теперь закрой глаза и перечисли все вещи синего цвета. Друг растерялся и возмутился, я, говорит, ничего синего не заметил, ведь я запомнил только вещи коричневого цвета. На что мудрец ответил, открой глаза, осмотрись, ведь в комнате очень много вещей синего цвета. И это было чистой правдой, да. Тогда старик продолжил, если ты ищешь в комнате вещи только коричневого цвета, а в жизни только плохое, то ты и будешь видеть только их, замечать исключительно их, и только они будут тебе запоминаться и участвовать в твоей жизни. Запомни, если ты ищешь плохое, то ты обязательно его найдешь и не замечешь ничего хорошего. Ну, я думаю, для себя вы уже какие-то выводы сделали наверняка, да, по итогам нашей сегодняшней встречи. О чем вообще был вебинар, да, уверен на 100%, каждый для себя что-то взял. Запись, конечно же, обязательно будет, да. Да, очень глубокий смысл на самом деле в этой притче. Да, ребят, это не легко, да. Да, конечно, легче быть негативным, да, фокусироваться на какие-то не очень приятные вещи, конечно, да, проще, но, ребят, раз уж вы пришли в бизнес, ребят, ну, надо наработать над собой, а на самом деле в жизни так устроено, это не говорит о том, что не нужно обращать внимание на какие-то моменты, когда что-то не получается, да, только фокусироваться на хорошие. Нет, просто нужно делать выводы, извлекать из этого уроки, да, исправляться, да, и двигаться дальше. Все очень просто. На что вы фокусированы, да, ребят? На что вы фокусированы? На плохое или на хорошее, такой получите результат на самом деле, да. Вот. Даже просто есть простое упражнение, когда у человека спрашиваешь, да, расскажи о себе что-нибудь хорошее, назови хотя бы три хорошие качества о себе. И не всегда с первого раза у людей что-то получается себе сразу хорошее сказать. Хотя плохое могут на сто процентов, да, легко, как автомат сразу выдать. Ребят, это тоже очень важный момент. Итак, спасибо всем за сегодняшний вебинар. Наш сегодняшний вебинар хочу закончить двухминутным видеороликом. Запись, конечно, живой, да, сейчас остановлю. Итак, ребят, идет третья неделя каталога номер 7. Всем результативное закрытие каталога. Закрыть каталог надо обязательно с ростом. Пусть будет на 100 баллов, на 200 баллов, но больше, чем в прошлом каталоге, ребят. Но больше, чем в каталоге. Чтобы было больше у вас рекрутов в этом каталоге по сравнению с прошлым. Все живое растет, развивается. Береза, она не может на метр вырасти и сказать, все, мне хорош. Боже, больше не буду, ребят. Нет, по максимуму сайт работает до 7 вечера по Москве. По максимуму. Каталог когда закончится? Сейчас скажу, когда каталог. 28 мая каталог заканчивается, ребят. 28 мая к субботу, да. Но я вам рекомендую не тянуть до последней минуты, да, не тянуть до 28, уже хотя бы 27 мая, в пятницу, закрыть за каталог. Кому надо сделать премьер-клуб, сделайте 150 баллов. Кому рекрутов не хватает по плану, сделайте, да, рекрутов, я не знаю, да. Ребят, сделайте больше, чем от вас ожидали на самом деле. Вот. Лучшая награда это сделать для себя, сделать работу вот еще лучше, чем вот ранее ты ее делал. Итак, всем спасибо за внимание. Результативного закрытия каталога номер 7 всем нам. Так, отключаясь и двухминутный видеоролик буквально.